Здравствуйте! Трагедия, случившаяся неделю назад в Кемеровском торговом центре Зимняя Вишня, унесла жизни 64-х людей, и еще десятки людей остаются в тяжелом состоянии в больницах. От лица телеканала «Союз» я хочу выразить слова глубочайшего соболезнования родным и близким, потерявшим своих родственников в этой трагедии. Сегодняшняя наша программа посвящена трагедии в Кемерово. Мой гость Иерей Георгий Сергеев. Батюшка, добрый вечер! Добрый вечер, здравствуйте! Какие бы Вы слова могли сказать родственникам погибших? Мы глубоко соболезнуем случившейся трагедии. Церковь по благословению в священном начале святейшего патриарха на третий день после случившейся трагедии совершила заупокойное богослужение. Святейший патриарх выразил официальное соболезнование и главе Кемеровской митрополии, митрополиту Аристарху, и лично всем тем семьям, где есть жертвы, где есть погибшие, где есть пострадавшие. Поэтому, конечно, я в свою очередь хочу выразить слова поддержки всем тем, кто оказался в столь нелегкой ситуации, когда действительно многие потеряли почти большую часть семьи. А вот мы с Вами знаем человека, который потерял вообще всю свою семью, остался один, без жены, без детей. Без сестры, да. Без сестры. Это действительно очень тяжело и пережить вот этот момент. А вот на Ваш взгляд такие испытания, они для чего Господом посылаются? Как ответить на этот вопрос? Вы знаете, в чем дело? Мы по большей части хотим во всем, ну не то, что винить Бога, но как бы говорить, вот Господь что-то посылает. Но дело в том, что мы живем по тем законам нашего мира бытия, которые, собственно говоря, Богом были даны. И если мы нарушаем эти законы, мы получаем соответствующий, так сказать, результат наших действий. И, к сожалению, этот результат, наверное, бывает плачевный, бывает с летальным исходом. Ну, давайте с Вами разберемся в этой ситуации. У нас времени не так мало, но тем не менее. Налицо халатность тех людей, которые отвечали за пожарную безопасность. Которые отвечали за то, чтобы пожарные, аварийные выходы были открыты. Опять же, вопрос до сих пор стоит с открытым. Кто отключил сигнализацию? Где? Вот что, Господь отключил сигнализацию? Господь заблокировал выходы, и люди не могли выйти. Тут вопрос, почему этому злу Господь попустил его? Вот такой вопрос. Здесь, понимаете, в данном случае, через такие истории Господь нас хочет просто вразумить. Чтобы мы одумались и были бы внимательны к себе, к ближним, к окружающим. Выполняли бы эти обязанности достойно. То есть вот каждый человек, который был ответственным в этой ситуации за то, чтобы вот такого не случилось, или даже если это случилось, то предпринять максимально те меры, которые бы позволили избежать жертв. Дело в том, что мы живем здесь на земле временно. Рано или поздно мы тем или иным образом Господь нас к себе призовет. Так или иначе, мы покидаем этот мир. И мы надеемся, что Господь простит грехи вольные и невольные тем жертвам, которые пострадали, все те, кто погибли в этом ужасном пожаре. Надеемся, что для них Господь приготовит лучшую участь в Царстве Своем, в Царстве Небесном. Вот об этом мы горячо молимся, чтобы Господь даровал жизнь в Царстве Своем всем ушедшим жертвам вот этой трагедии. И здесь в данном случае, конечно, это повод всем нам, нашему обществу задуматься. Вот каждый, если каждый человек будет бдителен и активен в своей гражданской позиции, какие-то будут созданы группы гражданской инициативы, которые бы проверяли бы все подобные объекты вместе с пожарными, вместе с МЧС, вместе с полицией. Вот буквально через неделю после этой трагедии на днях было возгорание в одном из крупных вузов, задымление. И что опять вышло на поверку? То, что аварийные выходы были закрыты в этом учебном заведении. Хорошо, что там никто не пострадал, хорошо, что это было просто задымление. Но могла бы возникнуть очень серьезная давка из-за того, что все кинулись к главному выходу, из-за того, что все остальные были заблокированы. Вот Господь здесь не попустил вот этой вот трагедии до конца, так сказать, вот произойти, да. Но в данной ситуации, конечно, нам нужно быть внимательными к себе, к ближним, к окружающим, и к нашей собственной безопасности. Хочешь, чтобы эта история всех нас уразумила, и она, этот урок стал... Это урок для всего нашего общества, и для властей, и для гражданского общества, чтобы мы были внимательными, и чтобы мы действительно устроили тотальную проверку всех подобных общественных заведений, торговых центров, кинотеатров, учебных заведений. Иначе такая трагедия может еще раз повториться. Мы еще раз выражаем слова глубочайшего соболезнования родственникам погибших людей в Кемерово. Кемерово, мы с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok